Если сравнить то, как она развалилась на стуле с предыдущими портретами, мы поймем разницу. Эта разница определяется прежде всего тем, что это пишут протестанты. Там католичики были, а вот это протестантский север. Все человеческое, оно гораздо проще. Церковь и религия не имеют такого давляющего влияния. Ну и смотрите, там никакой девы Марии нет. Кого она? Гулянку там со скрипкой изображает? Ну и выражение лица у нее, я бы сказал, нахальное. Что надо? Не случайно, потому что она большая поклонница Франца Хайса, если мы вспомним все портреты лежат из Хайса, но это все какие-то улыбчивые люди, навеселее. Такие все, значит, не вполне уверенно стоящие на ногах. Вот это вот веселая жизнь Харлема. А вот это уже 18 век. Элизабет Луиза Вежелебрэн. Ну, это может быть такой самый, наверное, высокий взлет женщины-художницы, художника, надо сказать, за всю историю, пожалуй. Ну, просто практически личная подруга королевы, писавшая Марию Антуанетту и счастливым образом судьбы Марией Антуанетты избежавшая, да? Дожившая, если мне память не изменяет, до 1847 или 188 года. До середины 19 века дожившая. Хотя вот абсолютно да, она до 18 века, да? Чуть постарше. Много не портретов. Есть портреты с детьми. Значит, ну вот с очень раннего возраста начала писать. И, в общем, если говорить о весовых категориях, это уже та ситуация, когда женщина наравне с мужчиной в этой профессии. Ну, и немка Мария Ленвидер. Вот я говорил о профильных портретах, да? Ну, тут такой, в общем, стиль известных романтических портретов, крайне распространенных в первой трети 19 века. Много такого вот, того же Китлинского, очень похоже, да? А это мы так через 19 век перепрыгнули. Просто хотелось показать, вот когда уже происходит какой-то срыв, это вот как у Ван Гога, да? Женщина начинает не просто к зеркалу ходить каждые пять минут, а которые начинают активно писать автопортреты. Вот, извините себя, Горякова в обществе. Это тоже, это маленькая-маленькая толика от всего количества написанных ей автопортретов. Она писала себя регулярно. Ну, она, как известно, вообще писала практически колька женщин. Я не могу вспомнить так вот ступку мужчин. Вот, извините, серебряковой. Вот, вот так вот пробежимся. Уставляете смотреть, да? Это все довольно известные портреты. Но, вот видите, опять же, происходит все то же. Никак не могу понять, кто же я, кто же я. Вот и так повернусь, и эдак повернусь, и вот примере такой убор, и так причешусь. И иногда вот, почти как у Курбе, да, глаза. Ну вот, вот это, конечно, ключевая тема «Женщина перед зеркалом». Мы сейчас до этой темы доберемся. Это известная работа, она в образе Арлекина. И тут, опять же, вот маскарад и маска чрезвычайно важны. Вот, вот это вот концерт. Развоение, строение, непонятно, которое настоящее, да? Ну, это, кстати, не сказать, что это чисто женская тема. Вот таких мужских расстроений, раздвоений, там, расчетверений тоже встречается немало в автопортретных животных. То есть это она уже в более советном возрасте, но продолжала писать. Это вот, кстати, уже 1956 год. А вот еще одна любительница писать автопортреты, Фрида Калула, тоже какую-то чуть ли не под сотню там есть ее автопортретов. И, конечно, тоже это всматривание в себя через разные вот такие вот символические интерпретации. Вот я сказал про тему «Женщины с зеркалом», да? Вот это тема, которую мы в мировой живописи можем наблюдать. Вот тут вот все примеры 19 и начало 20 века, да? А на самом деле можно углубиться и увидеть, что очень интересовала тема отражения. Вот мы добрались до странного отражения, это опять же Рене Магрид. Рене Магрид нам чрезвычайно важно вот в этом разговоре о селфи, потому что он абсолютно ломает обычное пространство, да? Что он делает? Какие игры он с нами затевает? Ну, казалось бы, ну, стоит обнаженная женщина, держит зеркало, в зеркале отражается, ну, кажется, что она же, да? Ну, как она может отражаться? Ну, что-то вроде как не она. Заметьте, одновременно она и не она. Как бы некая другая она, стало быть, отражается. Но если она так отражается, значит она вот здесь, да? Стало быть, мы на ее вместе. Понятно, что за игра, да? Он превращает в эту отраженную женщину, то есть вот в ту, нас самих. Но посредством вот этой вот сложной ступенчатой структуры пространства. Вот возвращаясь к теме, почему я говорил, что женщина очень важный визуализатор. Это вот то, по поводу чего Магрид философствует. Ведь женщина и мужчина существуют друг для друга как непонятные существа, невидимые в общем. Ну да, они имеют какой-то внешний облик. Но внешний облик ведь обманчив. Хочется же понять, что там внутри, да? Что там невидимое, что там за хрусталиком. Поэтому вот все эти рефлексии Магрита, ну, понятно, что это больше все похоже на миф о Техмалионе, да? Я сам создаю образ, да? Мужчина сам визуализирует женщину. Сам ее рисует, то есть создает, да? Вот такую, какую ему хочется видеть. А тут важно то, что Рене Магрита сам как-то мужчина, да? И когда он пишет такую работу, то понятно, что он смотрит со стороны, да? Фотографический образ, но неважно. Женщина изображена, лица мужчины нет. Как это в куче работы у Магрита, да? Нет мужского лица. Но при этом он как бы говорит нам, ну, женщина там что-то видит. Видимо, что-то есть. Не просто видит, да? А какие-то отношения существуют. На самом деле вот, вот песня Магрита об отношениях мужчины и женщины. Это как бы отношения в условиях отсутствия какой бы то ни было видимости, да? То есть отношения невидимого с невидимым. И вот две работы, они такие как бы симметричные. Ну, это уже, так сказать, туда к психоанализу, да? В ход. Но, смотрите, ни там, ни там не присутствует в открытом виде лицо, да? И это такое магнитовское разделение. Он говорит о том, что, смотрите, есть лицо, да? Как зеркало, там, души или зеркало невидимого мира, а есть тело. И все время играет инверсия лица и тела. И тут мы это видим, да, вместо предпущего, вместо лица мужчины, там, тело женщины. А женщина при этом, как бы, ну, не просто без лица, а в маске, да? Говорит не об отсутствии, а об обмане. Вот генезису тем зеркало. Значит, это известная работа Ланейка, чита Альфини. Ну, такая, как бы, распиаренная в последнее время в интернете. Не по поводу того, о чем я собираюсь говорить, а отчасти и по поводу. Потому что эту работу активно разбирали исследователи в связи с изучением того, какие оптические инструменты стали применять в 14-15 веках, в связи с чем улучшилась, как бы, реалистичность изображения. Ну, и вот всевозможные разборы, а как можно было так точно написать, там, люстру или еще что-то. Ну, и вот многие объяснения связывают с зеркалами, с наличием к ту пору зеркала. Зеркала, в основном, пользовались сферические. Вот там сзади, между вот этой парочкой, висит сферический зеркал. Ну, сферические зеркала замечательно, почему пользовались сферические зеркала живописцы активно? Потому что, ну, человеческий глаз ограничен в движении, да? Значит, оно много голову поворачивает. Мы не можем охватывать пространство таким, какое оно есть, не поворачивая головы или не бегая глазами. А вот сферическая отражающая поверхность, она, как бы, собирает, ну, как там, ротутная капля, да? Как, не знаю, там, круглый чайник какой-нибудь. Она собирает, как бы, все пространство в себе и в малом формате мы видим все, да? И вот это очень удобно для того, чтобы использовать потом в изображении. Но тут и некая символическая задача решается. Вы посмотрите, значит, чета на фильме стоит, так, согласно сюжету, это что-то типа помолвки или даже бракосочетания. Вот там руку друг другу подали ритуально. А в зеркале отражаются еще две фигуры. Ну, во-первых, спиной самой четы. Значит, и в середине там еще две фигуры, если крупно посмотреть. Ну, какие две фигуры? Во-первых, священник, который при всем ритуале присутствует. А второй кто? Второй тот, кто картину писал, да? Значит, второй сам Ван Эй. Вот, когда уже существуют такие сложные конструкции? То есть пространство в пространство. Вот у Караваджо мы видим сцену для женщин с аспирическим зеркалом. Оно часто появляется в живописи. Вот у Тициана. Какое же свитечное зеркало. Вот тоже сзади там зеркало. Причем тут уже заметьте, тут и в руке зеркало, и сзади зеркало. То есть начинает усложняться структура пространства вот за счет сложных отражений. Пармиджан, значит, вот тоже балуется с аспирическим зеркалом. Его автопортрет, но тут уже все прелести и искажения мы видим, да? Буквально как в современной съемке широкоугольным объективом, да? С перспективным искажением, периферические вот эти вот увеличения. Рука большая. Вот наконец переходим уже к современным, совсем к современным автопортретам. Это первый снимок человека, сделанный фотографическим способом. Это 1838 год. Все так еще мутно, но тем не менее. А уже спустя буквально полвека люди уже фотографируют себя. Женщины фотографируют себя. Просто без комментариев. Тут есть всякие знаменитые люди, себя фотографирующие. Но я тоже комментировать не буду, чтобы было понятно, что все, плотину прорвал. А вот они же. Есть узнаваемые персонажи, да? Вот этот персонаж, кто знает. Колин Пауэлл. Ну вот это вот. Все всех опознали, наверное, да? Двух-то человек точно опознали. Показательно. Кто держит фотографию? Кто руководит визуализацией? Не президентом. А сотрудник президента. Хельмут Ньютон многообразно разрабатывал тему «Женщина перед зеркалом». Вообще это взгляд на женщину. И каких только обвинений на этой почве он не получал. И в сексизме его обвиняли. В общем, много ничего несправедливого наслушался. Но, как человек такой рефлексивный, да, и с юмором, он к этому относился правильно. И, в общем, породил то, в результате вещи великие. То есть это великие фотографические размышления. Потому что в этом зашита вся история портретирования. Вот с чего-то, с кого вы начинали, да? С позднего Средневековья, да? Средневековья. 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 Средневековья.